сегодня у нас этот морозчик прям минус 1 и ним все покрылось но сегодняшнего дня потепление уже весна весна так мы тут себе устроили 8 марта заказали роллы пиццу решился побаловать мы тут решили посетить наш парк краснодар теперь там живут вот такие замечательные черепашки очень большие красивые в общем посмотрели парад планет новые арт-объекты парке в общем очень красиво подробные фотографии есть у меня в телеграм-канале обязательно переходите я там бываю практически каждый день ой доброе утро всем солнышко у нас красота смотрите мои гортензии полезли уже вот они красавицы скоро скоро все уже проснуться кстати у меня еще гиацинт вылез сейчас покажу вам вот он я его сажал в прошлом году из дома его пересадила он у меня вылез надо раскопать тут у меня еще было три штуки по моему сейчас хочу раскопать слушайте ну тут прям жарко в теплице тоже значит я сейчас буду разводить ведро воды вот эти вот фунгициды фитоспорин ридомил то что у меня было дома собрала и поменял насадку на швабре сейчас буду мыть теплицу изнутри потому что видите тут у меня все зеленое от помидоров какие-то видите вот разводы это в общем нужно все все обрабатывать так что давайте уже приступим укроп мы пока не всходит но и вообще над палить ой 30 градусов пишут теплить мама дорогая да уж так ладно вот сюда установлю камеру будем с вами работать девчонки я конечно с запозданием но хочу вас поздравить со всеми праздниками с 8 марта женским днем хочу пожелать каждый из вас быть здоровый любить себя окружать себя красивыми вещами приятными людьми и чтобы у вас все было хорошо складывалось во всех сферах во всех смыслах также хочу поздравить с началом великого поста пожелать вам силы духа кто постится выдержать этот пост ну и конечно же готовить по моим постным рецептам которыми я делюсь также в телеграм-канале и чтобы вы были здоровы прежде всего да чтобы это все вам пошло на пользу в здравии как говорится сама я пост не соблюдаю но буду с вами делиться какими-то интересными рецептами в общем переходите подписывайтесь у нас там дружная веселая компания в чате девчонок мы общаемся также мне задают всякие вопросы интересующие и про спорт тренировки и пропитание будет интересно очень с вами тоже пообщаться и видеть вас в числе моих друзей так друзья всем привет сейчас едем в леруа хочу купить семена хочу купить удобрения всякие разные по белку для деревьев в общем собралась одеваюсь сегодня у нас хорошая погода тепло всем хорошего настроения нас почта тут недалеко от дома сегодня такая шикарная погода плюс 12 солнышко красота я хоть успела в теплице поработать чуть-чуть дела поделать сколько тут разных роз цены вот такие 500 300 600 вот это гляньте какая красивая до black бакара но роза у меня пока есть нормально не буду я все-таки хочу сейчас всеми надо идти вы знаете так хочется уже наводить порядок на участке что-то это зима прям в этом году затянулась так под надоело и я прям с таким удовольствием сейчас вышла и начинаю убирать листву старую которая нападала осенью рыхлю землю в общем подрезала также лаванду я за кадром и побелю деревья вот вот такой вот у меня теперь ухоженный будет небольшой участок у нас земли три сотки напомню кто не в курсе но честно скажу мне этого за глаза я прям занимаюсь этим в удовольствие от души без напряга поэтому так 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 но Так, в общем, я тут порядок навела, всю траву убрала, деревья у меня теперь вот такие красивые, ухоженные. В общем, наводим порядок. Остаётся мне клубнику ещё дома довести, и там перед домом тоже буду наводить порядок. Так, ну это, наверное, завтра уже. На сегодня всё. У нас новый день. Так, в общем, вчера я не посадила розмарин, но сегодня планирую его высадить туда, прям в открытый грунт. Я так уже сажала, просто у меня прошлогодний розмарин почему-то помер, так что нужно мне снова его посадить. Вот, смотрите, в общем, какая у меня тут ситуация. Спрашивали, какую я посадила питонью в комментариях. Я купила, девочки, в этот раз заказала проверенную мною, и это вот такая вот серия игл. Она реально классная, она всходит всегда практически 100%. Вот, видите, здесь у меня сколько взошло семечек. Вот, вчера я подкормила специальным удобрением, называется «Для рассады». В любом магазине можно купить. Здесь тоже, смотрите, схожесть почти-почти стопроцентная. Вот, это у меня, значит, питонья Николь. Это уже партнёрская. Ну, вот видите, что с партнёром взошло, получается, 4-5. 5 семечек из 10. Вот, представьте. Отвратительное качество стало у партнёра, мне прям не нравится. Тут я посадила эту, как её зовут-то, господи, бархатцы. Но пока ещё рано им сходить. И тут я посадила перец. Перец я купила вот такой вот, какой-то ультраранний. Я его ела в Липецке у мамы, вкусный. Он нас сажал, по-моему, или соседка сажала, лисичка называется. Вот, вот такой маленький, вот прям вот такой вот аккуратненький. Может быть, даже для фаршировки подойдёт. Вот, так что здесь у меня перец сидит. А вот, сейчас пойдёмте с вами в другие комнаты. Я вам покажу, что у меня там с рассадой. Вот его величество перец. Это перец мой уже, но он очень поздний. То есть, буквально, наверное, в августе только я начинаю собирать плоды. Но он очень толстошкурый, сладкий. Вот прям на салаты идеально. Конечно, его фаршировать не пойдёт. Это такой вот, знаете, перец из года в год. Я собираю сама семена, вот, и его сажаю. Растёт он медленно. Но, в целом, хорошо. Вот я вчера тоже его побрызгала удобрением для рассады. Именно по листу сделала такую обработку. Ну, я думаю, что оклемается. Единственное, вот, вытягивается. Нужно ему подсыпать уже немножко земельки. Вот, в целом, ничего, нормально. И, кстати, почти все-все семена вот тут вот у меня. Две штучки не взошли. Потому что я сажала вот на таком расстоянии. Схожесть тоже хорошая. Правда, не помню, какого цвета. Там, оранжевый или красный, даже не помню. Ну, это неважно. Он любой вкусный, поэтому я его сию всегда сама. Так, я уж с утра вышла. Занялась клубникой. Все там пророхлила. Там тоже перед домом розочки все обрезала. В общем, у меня порядочек на участке. Ну, и давайте вам покажу, что у меня тут. Это у меня негритенок. Я его ссеяла в прошлом году. Вот почему-то листья заворачиваются. Вроде бы влаги хватает. Может быть, света, наверное, мало. Не знаю. Это баклажан Андрюша. Расхваленный. Это партнерский. Ну, ничего, так сейчас вот полью. Видите, земля уже подсохла. С питуньями, конечно, первый заход ужасный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук всего, представляете? Вот в этих ячейках ничего не взошло. Ой, господи, что-то меняет партнер, если честно, стал разочаровывать. Здесь у меня тоже томаты. Это боец, 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 боец буян сорт. Вот такой вот низкорослый они будут, томатики. Их сразу видно, что они маленькие. Как пахнет томатами вообще уже. Это вот земледелец, партнерские черри. Очень вкусные. Я сажала уже много раз. Значит, сибирские черри, это новый сорт. Я решила тоже в этот раз попробовать. Это прям низкорослые какие-то. Можно даже выращивать на подоконнике. Тоже вчера обработала по листу удобрением для рассады. И вот странно, да, среди каких-то вот больших обязательно вот такой вот маленький будет. Какой-то недоросток. Ну, ничего, вырастет. Вот, так что вот такая вот у меня рассада. Немного, я прям по чуть-чуть буквально в этом году. Но всего вот разного по чуть-чуть посадила. Ну что, друзья, пришла я в теплицу. Давайте я вам покажу, что я купила в садовом магазине. Значит, я набрала зелень. Здесь у меня вот такой вот салат. Потом еще один салат. Шпинат я взяла. Матадор. Хороший шпинат, мне нравится. Базилик. Такой зелененький. Вот такой фиолетовый мне тоже нравится. Базилик H2 посею, потому что он сходит как-то вот сложновато. Потом вот это рукола диковина. Петрушка. Сельдерей листовой. Укроп вот такой грибовский. Не знаю, хороший нет ни разу. Вот этот снежанный я салат сажала в прошлом году. Но что-то как-то я не помню, чтобы он у меня вот такой был, как айсберг. Какой-то был просто, по-моему, как листовой салат. Вот такой кучерявый салат. Это еще один шпинат. И взяла в этот раз, девчонки, вот такую вот штучку для гортензии, чтобы она изменила цвет. В общем, надо успеть поливать до ботанизации. То есть, когда уже перед тем, как цвести начнет, нужно уже будет проливать. Причем проливать при каждом поливе. И хочу именно белую. Розовая мне и так нравится. А вот хочу попробовать на белой. Будет она вот такая синяя или нет. В общем, не знаю. Потом вам все буду показывать, рассказывать. Даже интересно мне самой. Я в прошлом году хотела сделать, но я уже опоздала. Вот. В общем, я здесь сделала бороздку. И сейчас буду сеять сюда зеленушку. Приготовила уже воду, чтобы это все пролить. Значит, все. Сейчас посадим. Все подряд буду сажать в рядочек. Приехали домой уже. В общем, смотрите, заехали в такой как мини-рыночек местный. Там женщина продает зелень. Продает овощи, фрукты. У нее, в общем, цены киви по 130 рублей за килограмм. Киви такие хорошие, мягкие. Прям, знаете, такие прям классные. Апельсины по 100 рублей. Прям крупные, огромные. Значит, и кинза, и петрушка, и укроп по 300 рублей за килограмм. Я вот набрала, представьте, вот этот вот пучок стоит 70 рублей. Представляете, сколько здесь? В магазин в обычный зайдешь, там сами знаете, да? 30 грамм, или сколько, 50 грамм стоит 50 рублей. Огурчики были по 170. Кстати, огурцы очень ароматные, вкусные, обалденные. Мне кажется, это тепличные уже наши продают. Томаты. Томаты просто не сравнить с пятерочными. У них такой аромат, вам просто не передать. Очень вкусные помидоры. Конечно, теперь буду только там затариваться. Помидоры вообще взяла по 120. Но по 120 рублей нужно выбирать стоять. То есть есть, конечно, вот такие вот мятые бачки. Ну, знаете, можно чуть обрезать. На это никак не влияет, на вкус абсолютно. Вот, так что сейчас салатик вот такой быстро порезала. Взяла в аптеке чабрец. Вот такой вот чай. Решила вот попробовать. Я вообще люблю чабрец. И хочу заваривать его именно в чайник. Ну и так зашла, купила чечевицу. Рис бурый. Это у меня будут постные всякие рецепты. Я хочу делать арахис. Ну, короче, нужно садиться обедать уже. Включаюсь к вам из теплицы. У меня тут, знаете, что взошло? Это картошка. Вы не поверите. А знаете, откуда она здесь? По-моему, вот этот вот зверек, который приходил в прошлом году, он здесь рыл вот такие вот траншеи под землей, как норки. И, видимо, всю картошку, которую у меня на участке, он выкопал. Он ее носил сюда. Ну, соответственно, потом мы потравили этих зверьков. Или они сами убежали, не знаю. И картошка эта осталась. Теперь она у меня здесь всходит. Я не могу уже избавиться от этой картошки на участке. Она у меня везде всходит. Ну, ладно, если вырастет, пусть и растет. Ну, как бы толку-то от нее. Конечно, я ее выдерну. Больше проблем она мне создаст, потому что здесь, в этом ряду, я буду сажать перцы. У меня вот уже укроп сходит. Здесь у меня вот, наверное, салатные листья уже всходят. Здесь тоже. И смотрите, как у меня рукола подросла с приходом тепла. Здесь же днем у нас 25-30 градусов теплиц. Это рукола моя прошлогодняя. Я ее не выкапывала. Она у меня сама тут продолжает расти. Вот. И вот эта рукола еще, смотрите, другой сорт какой. Тоже интересная такая. И более такая острая. Прям люблю я. Так, а это что за страсть-то, а? Откуда ты тут взялся-то? Еще муравьев мне тут не хватало, блин. Вот. Так что так. И вон еще руколу я новую уже посеяла. И вон она уже всходит у меня. Красотень. Скоро уже будет все переезжать у меня в теплицу. Ну, 20, да, градусов нормально. Уже томаты пора высаживать, а то они у меня уже перерастают дома. Продолжение следует... У нас тут так похрустные текстки У нас как, уходишь и меня кираж тут так Разрешай, Алексей Это мне неприятно, я оттуда кровь Я кровь и неприятно Ты моя рыба, ты хочешь показать, какие плинтусы сделал у нас Валера, да? Да Слушай, ну ты у меня какая разговорчивая страсть Ой, теперь надо все пылесосить, убирать, вон клубы шерсти Эти дни не пылесосили, потому что пыли так столбом по всему дому Ну короче, с плинтусами, конечно, совсем другой вид, скажите? Вот, Валера все закончила, и на втором этаже, и на первом везде Красота! Ну, ремонтные работы продолжаются у нас Он там перегородку, кстати, делает, но это уже совсем другая история Увидите в следующих роликах Постараюсь появляться к вам почаще Я сегодня вообще вся в готовке У меня сегодня вот такие вот булочки Безглютеновые, чечевичные Очень вкусные Вот остывают Сейчас я их на ужин с чайком съем булочку И сегодня еще готовила я бризоли Рулетики вот такие блинные с начинками Вот все, что осталось Слопали Это очень вкусно Рецепт у меня в телеграм-канале уже выложили Ссылку на рецепт вам оставлю в описании Что тут интересненького? Да тут что-то не особо Цветочков много Ох, какая красивая А мы хурму и смородину черную взяли Так, друзья Ну что, мы приехали домой Значит, привезли саженец хурмы Саженец смородины черной Сейчас позже вам покажу Посадим все В общем, готовим лунку Для хурмы нужна лунка такая более широкая Но не очень глубокая Я буду сегодня использовать удобрения У меня нитромофоска Я заказывала ее на Валберис Прям большой такой пакет Заказала 5 килограмм И еще есть у меня удобрения растворин Это, девчонки, прям с микроэлементами С магнием, цинком, с бором В общем, полный там Перечень необходимых Всех полезных Веществ для растений В общем, сыплю в лунку Все это проливаем Хорошо водой Ну и собственно Сажаем дерево Кустарники Цветы Но с удобрением Лучше не переборщить А то можно сжечь корневую систему Ну вот пока мы тут сажаем Расскажу вам историю Я давно охочусь уже За растением Фикус лирата Наверняка многие знают Такую пальму И нашла на авито В общем, нашла Значит, связываюсь с продавцом Вечером Накануне И пишу, что завтра Мы выезжаем в город Можем заехать забрать Значит, продавец мне пишет Что у него бронь цвета Бронь цветка Только по предоплате Я говорю, простите Ну как я буду сейчас вам оплачивать Да, то есть сначала товар И как бы я забираю И при вас перевожу вам деньги на счет Ну хорошо, давайте Вы мне завтра напишите Если у меня что-то останется Главное Перед этим выложил Наверное штук пять-шесть фотографий Мне Что типа все в наличии И тогда Типа в десять часов Мне позвоните Если что-то останется Значит заберете Ну и в итоге Утром я сегодня пишу Продавцу И он мне отвечает Что ничего не осталось Все купили Так что вот девчонки Наверное Новый развод какой-то на авито Я так поняла Сейчас бы я перевела Деньги непонятно кому А потом бы Человек наверное Просто пропал бы Ну я так думаю Потому что я например Тоже продаю Некоторые растения Свои на авито Но я не занимаюсь Такой вот ерундой Махинациями То есть человек Мне приезжает Забирает у меня цветок И сразу мне переводят Денежку Ну либо там авито Доставка допустим Да Ну как бы и все Ну и в итоге В Леруа я купила Филодендрон Это такая лиана Маленький цветочек Вот такой Который я сейчас Уже по месту В горшочек Пересаживаю Насыпала на дно Керамзита естественно Тоже немножко Добавила удобрения И его пересадила И решила Думаю Ладно куплю этот цветок Потому что Фикус Лерата Конечно это дорогая пальма И в готовом виде Она стоит Сравнительно дорого Ну собственно Я такая довольная Счастливая Цветочек у меня Пересажен Пока он у меня будет Стоять отдельно От других растений Понаблюдаю за ним Чтобы он Ничем не болел Вот Ну на сегодня Наверное все Буду с вами уже Прощаться Спасибо что Были со мной Были с нами Обязательно Подписывайтесь Будет впереди Очень много интересного Будем с вами Делать перегородку На втором этаже Из деревянных Реек Своими руками Всем пока Пока Всем до новых встреч